Чувствуете его запах? Представляете его вкус? Да нет, вы не представляете! Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Постоянные зрители канала наверняка помнят мои многочисленные опыты с беконом, с колбасами, сосисками и прочими копченостями. Но все эти изделия до сих пор были варенокопчеными, исключая, конечно, только рыбу. Но сегодня у меня начинается процесс приготовления сырокопченого бекона. Я пробовал этот рецепт, он мне очень понравился, и я решил, что стоит его показать вам. Процесс приготовления очень длителен, займет он по меньшей мере две недели. Но я своего личного времени на приготовление этого бекона потрачу чрезвычайно мало. Кстати, для тех, кто случайно попал на канал и не видел те ролики, про которые я говорил, щелкайте вот сюда, сюда, а лучше заглядывайте в описании видео или переходите в плейлисты канала. Там все ссылки будут. Там очень классные рецепты и очень вкусные беконы и сосиски. Впрочем, хватит болтать, давайте уже приступим к приготовлению бекона. Пройдем. Как я уже сказал, процесс приготовления чрезвычайно прост. Во-первых, что касается посола. Солить я буду сухим методом, ну, условно сухим, потому что в составе посолочной смеси будет присутствовать виски. В прошлый раз я готовил этот бекон с применением бурбона. Сейчас хочу попробовать с ирландским виски. Мне кажется, это будет интересно. Итак, для посола этого куска нам понадобится нитритная соль, поваренная соль, сахар, зеленый и черный перец, две палочки корицы, два лавровых листика. Точные пропорции в пересчете на килограмм веса я укажу в описании этого видео. А для начала надо измельчить перец. И сделаю я это в ступке. Если у вас нет ступки, не переживайте. Это можно сделать даже просто лезвием ножа, плоской стороной надавить на перец, и все. Очень мелкое измельчение не требуется. Нужно просто, чтобы он был кусочками. Ну, вот так будет вполне достаточно. Сразу же добавляю сюда сахар, поваренную соль и нитритную соль. Что касается сахара. Конечно, лучше всего сюда бы пошел все-таки коричневый сахар, потому что он имеет не только свой сладкий вкус, но и такой совершенно характерный аромат. Но у меня его, к сожалению, нет, поэтому обойдусь без этого самого сахара. Постоянно зрители канала сто раз слышали, для новых зрителей повторюсь. Нитритную соль, а нитритная соль – это смесь обычной поваренной соли с нитритом натрия в разных пропорциях, добавляют в такие продукты по трем причинам. Во-первых, нитритная соль придает привкус ветчинности, характерный такой. Во-вторых, она сохраняет красный цвет. И в-третьих, нитритная соль угнетает развитие палочки клостридиум бутулином, то есть защищает нас от поражения бутулотоксином. Что касается сегодняшнего рецепта, здесь сохранять цвет не требуется, потому что мы не будем подвергать тепловой обработке это мясо. Ну а оставшиеся два повода так остаются в силе. Однако, еще нам нужно добавить сюда виски. Вы, кстати, можете попробовать вместо виски использовать коньяк, ну или другой какой-нибудь ароматный, крепкий напиток. К примеру, ролл. Значит, у меня этот кусок бекона, как он здесь называется, панчетто, весом чуть-чуть меньше двух килограммов, поэтому я вот добавлю 40 граммов виски. Так, ну вот основная посолочная смесь готова. Остается хорошенько этой самой смесью натереть наш бекон и отправить просаливаться на неделю. Если ваш бекон по толщине такой же, как у меня, то есть в пределах 4-6 сантиметров, то недели ему хватит. Если же толще, бывает, что огромная свинья с хорошим очень беконом, с хорошим подчеревком, то там можно увеличить время просола до 8-9 дней. Больше 10 дней смысла нет. Солиться он будет в холодильнике, не в морозильнике, а в холодильной камере при температуре от 0 до плюс 5 градусов. На дно укладываю пару палочек корицы, пару лаловых листиков и наш бекон. Все. Процесс посола начался. Сейчас укрою его пленкой и убираю в холодильник. А мы с вами встретимся через неделю. Прошла неделя, и бекон как следует просолился. И настало время потратить очередные 5 минут для его обработки. Он сейчас очень мокрый. Причем вот эта влага, которая на нем есть, это не только тот виски, который я добавлял, но и сок, который бекон дал в рассол. Посмотрите, какой красивый. За эту неделю я несколько раз менял местами палочки корицы и лавровые листики. И сейчас этот кусок равномерно пропитан всеми этими ароматами. Я этот бекон переворачивал несколько раз, но тем не менее, на его поверхности, снаружи, соли все-таки больше, чем внутри. И для того, чтобы он получился равномерно хорош после окончания готовки, нужно все эти вкусы и ароматы выровнять. Поэтому сейчас я все с этого куска, с поверхности, старательно смою. Как я уже говорил в выпуске про копчение, ну, например, вот в этом, перед тем, как отправлять продукт в коптилку, его нужно высушить. Ни в коем случае влажный продукт в коптилку попадать не должен. Повторюсь, почему. Дело в том, что при копчении в дыму есть как легкие элементы, так и тяжелые смолы и всякая ерунда. Так вот, когда продукт влажный, то эта влага остается в пространстве коптилки достаточно длительное время, не успевает уйти, соответственно, продукт всегда холоднее, чем окружающее пространство, там дым. Потому что дым, даже в случае с тем копчением, которое мне сейчас, холодное копчение, дым будет иметь температуру градусов 20, наверное. А продукт, у нас сейчас зима, все еще продолжается, а продукт градусов 16, наверное. Так вот, на влажном продукте дым будет конденсироваться. Причем конденсироваться не дым, вернее, а влага будет конденсироваться, даже та, которая вроде как успеет испариться. И в этой влаге тяжелые элементы будут растворяться. И на поверхности продукта, мало того, что это вредно, так еще и потеки некрасиво могут получиться. Поэтому надо старательно его высушить. Я вообще планировал сушку провести в дегидраторе. Я про него рассказывал вот в этом ролике, когда коптил очередной там продукт. Щелкайте, посмотрите, либо загляните в описании видео. Но у нас образовался тут последний всплеск зимний. Пошли дожди, всю ночь шлило. На улице хотел выставить. Под дождь не выставишь дегидратор, через верхнее отверстие будет вода капать. Поэтому я в чуть более теплой атмосфере кухни вывешу на сульки этот кусок. И будет замечательно. Поэтому я его сейчас, собственно говоря, вот так вот просушил бумажным полотенцем. И перед тем, как вывешивать сушиться, хочу покрыть его свежим слоем свежемолотого черного перца. Для этого мне нужно... Моя ступка и перец. Опять же возьму черный и зеленый. Какими конкретно вы пряностями будете обрабатывать свой бекон перед финальной стадией, перед подсушиванием и копчением, я не знаю. Целиком полностью на ваш вкус. Мне понравился вариант, который я в прошлый раз испытывал. Смесь зеленого и черного перца. Приблизительно равной пропорции. По количеству, ну где-то вот на этот кусок бекона, я сейчас беру примерно чайную ложку черного и чайную ложку зеленого. Напоминаю, что, как и в прошлый раз, очень сильно дробить перец не надо. Конечно, на ваш вкус, но мне больше нравится, когда помол крупный, крупно дробленый перец. Он дает, мне кажется, более яркий аромат. Меньше горечи и больше запаха в этом случае. И этот аромат не так долго выветривается. Возможно, кому-то покажется, что перца мало. Я не настаиваю на именно таком количестве перца. Дело в том, что этот сыровяленый бекон у меня... Еще и дети с большим удовольствием едят. А если положить много перца, так, чтобы прям остро было, они, конечно, будут протестовать. Ну, вот так вот будет отлично, я считаю. Остается подвесить его для сушки на одни сутки. Для этого я продену бечевку. Как я уже показывал в выпуске про бекон вареный-копченый, если кто-то пропустил, щелкайте вот сюда и смотрите. Воспользовался обычным ножом для овощей. Так, и протягиваю. И все готово. Все, вот в таком виде. Бекон у меня и провисит на кухне до завтрашнего утра. До встречи. Доброе утро. Бекон подвялился. Сейчас он, вы видите, такой суховатый, слегка сверху даже немножко блестит. Самое время начинать коптить. Про коптильню я вам уже рассказывал неоднократно. И если пропустили, то щелкайте вот сюда и посмотрите. Там я рассказываю и почему я ее использую, и как. Обычно я ее зажигаю газовой горелкой, но газ у меня кончился, поэтому применю стандартный метод. Это обычная икейская свечка. Кстати, такая свечка шла в комплекте к этому дымогенератору. Теперь я отправляю ее сюда. Она немножко погорит, опилки затеплятся, дым пойдет и можно начинать коптить. Как видите, все раскочегарилось, так что пора уже. Так что пора уже укладывать сюда бекон. Как вы видите, я уложил бекон в стороне от основного потока дыма. Это для того, чтобы дым непосредственно на кусок мяса не поднимался. Иначе в этом месте будет слишком сильный запах этого дыма, будет неравномерность. Теперь остается только накрыть крышкой и ждать. Очень важно для правильного, хорошего копчения, как для горячего, так и для холодного, четко контролировать количество дыма. Дело в том, что все те продукты домашнего копчения, которые мне доводилось пробовать у кого бы то ни было, всегда имели чрезмерно сильный запах дыма. Это говорит о том, что люди, когда коптят, не контролируют этот процесс и действуют по принципу, чем больше, тем лучше. Так вот, на мой взгляд, это абсолютно неверно. Возьмите, к примеру, любой хороший тот продукт, который вам нравится, промышленного производства. У него нет чудовищно сильного запаха дыма. И это очень важно. А вот этот вот маленький дымогенератор, про который я вам рассказывал, хорош тем... Он плох своей ценой, к сожалению, но может сделать такое же, собственно говоря, самостоятельно. Так вот, хорош он тем, что он дает небольшое количество дыма. Как я уже говорил, коптить с помощью этого дымогенератора можно даже на балконе, потому что дым от него не больше, чем от сигареты, максимум от двух. Это небольшое количество дыма, конечно, увеличивает время, в течение которого нужно коптить продукт, но зато и позволяет очень точно контролировать процесс. Я коптить буду так называемым дробным методом. Это значит, что у меня будет коптиться непрерывно двое суток этот продукт, потом сутки отдыха и еще сутки копчения. Для чего это делается? Дым, обволакивая продукт, обрабатывая, не знаю, там, приносит вот эти свои вещества, которые консервируют его. Эти вещества не могут мгновенно пройти в толщу продукта. И поэтому при копчении наружный слой всегда значительно более сильно пропитан этими веществами, чем внутренний. Дробное копчение, это когда, допустим, сутки копчения, сутки отдыха, сутки копчения, сутки отдыха, позволяет во время вот этой самой передвижки веществам, которые есть на поверхности, которые попали на поверхность продукта, пройти внутрь. И поэтому весь продукт оказывается гораздо более равномерно пропитан этими самыми ароматами и нет нужды чрезмерно обрабатывать продукт снаружи для того, чтобы сохранить его. То есть при значительно более спокойных, мягких дымных ароматах продукта снаружи он внутри оказывается тоже в достаточной мере пропитан этими запахами. Именно поэтому я настоятельно вам рекомендую соорудить дымогенератор подобного типа и попробовать коптить так. Еще раз обращаю ваше внимание, что вот этого объема, дымогенератор, который вы посмотрели, этого объема опилок хватает у меня на 11-12 часов непрерывной генерации дыма. И нет вот этой чудовищной желтизны, даже коричневой наружной, по которой с ума сходят самые начинающие коптильщики. А продукт получается очень классный по вкусу и аромату. Здесь нет никаких сложностей, нет никаких проблем. Это не я такой крутой коптильщик. Нет, я просто смотрю, как делают люди, которые всерьез этим делом занимаются. Всерьез не значит в промышленных масштабах у себя в деревне там что-то коптят. Нет. Те, которые изучают этот процесс, читают книги, пытаются вычислить количество необходимого дыма, ставят даже дома всякие оптические датчики по контролю за количеством дыма. И я, отталкиваясь от их опыта, от чтения соответствующих книг и литературы, вот в этом ролике меня спрашивали, и я в ссылках, я в комментариях к нему давал ссылки на те рецепты, по которым я обычно этим делом занимаюсь, копчением. Вы можете посмотреть. Так вот, я получаю продукт, который мне очень нравится. Я вполне допускаю, что очень многие из вас, те, кто на даче там, я не знаю, на рыбалке, в железный ящик покидали рыбу там или мясо, поставили на огонь, потом достали. Ах, как вкусно, как здорово, как пахнет дымом. В первый раз попробовал такое, так сказать, у знакомых, я тоже там восхищался. Но с тех пор, как я пробовал другие общие продукты, я понял, что те первые впечатления были на уровне горячее сырым не бывает. Поэтому, прежде чем плеваться в экран, я вас очень прошу, попробуйте соорудить подобного типа дымогенератор и покоптить. Попробуйте что-то новое. Я пробовал продукты копчения, как я уже сказал, из, вот, например, фотографию сюда повешу, из таких коптилин, из маленьких коптилин, пробовал из этого. То есть, я уже сравнил и однозначно сделал выбор в пользу более длительного копчения с небольшим количеством дыма, с таким количеством, который достаточен для нормального продукта. Ну, а мы с вами встретимся, наверное, уже через двое суток. Доброе утро! Наконец-таки настала пора попробовать этот совершенно замечательный бекон. К настоящему моменту он успел прокоптиться в общей сложности двое с половиной суток с промежуточным отдыхом в 36 часов. После этого он у меня отвесился сутки, проветрился, так сказать, а после этого я его замотал в пленку, и он у меня лежал в холодильнике двое суток. В пленке все вкусы и ароматы равномерно распределились по всему объему этого куска. Ну, давайте уже разрежем и посмотрим, что там все-таки творится внутри. Какая красота! Просто сказка! Получился очень красивый на разрезе, очень ароматный. Однако, давайте пробовать. Отрежу ломтик. и несколько кусочков. Тут ты постоянно рассказываешь, что я закатываю глаза. Однако, друзья мои, попросите кого-нибудь из ваших знакомых попробовать что-либо и как можно точнее описать его вкус. Ну, то, что вы даете попробовать, неважно что. и снимите хотя бы на телефон, посмотрите со стороны. Вы с удивлением обнаружите, что если человек целиком и полностью сосредотачивается на чем-либо, в данном случае на попытке ощутить все запахи и ароматы, или на попытке ощутить вкус, он неизбежно смотрит куда-то в одну точку и глаза его закатываются. Так что, и у меня они так же. Все-таки, давайте пробовать. Это очень классный сырокопченый бекон. Как все сырокопченые беконы, он тянется, вах, как резиновый. И во вкусе, вот почему мне нравится этот рецепт. Не знаю, откуда берется, но при добавлении виски в посолочную смесь, у бекона появляется такой легкий-легкий яблочный аромат. И, на мой взгляд, это очень интересно. Очень интересная нотка такая. Так что, в качестве одного из основных, наверное, рецептов, которыми я в последнее время пользуюсь, для сыра и копченых беконов, вот этот, вот этот нынешний, один, наверное, из самых классных. Очень хорошо. Прекрасный вкус, прекрасный аромат. Завершая и подводя итог, очень вам рекомендую озаботиться приобретением или изготовлением дымогенератора подобного типа. Коптить при его помощи можно даже на балконе. Он дает небольшое количество дыма, не больше, чем от сигареты. И, что самое приятное, он не требует внимания, как любые другие коптильни. То есть, работать с ним доставляет удовольствие. Это здорово и это классно. И приготовить такой бекон, чтобы приготовить такой бекон, не нужно быть никаким супер-пупер поваром. Это я сейчас не себя восхваляю, как некоторые товарищи думают, а рассказываю вам про классный рецепт. Воспользуйтесь им. Он простой. Естественно, нужно запастись временем, терпением и ждать долго приготовления. Но воспользуйтесь этим рецептом, вы получите великолепный результат. Спасибо за компанию. Всем пока.